Я хотел бы уделить время тому, чтобы поговорить сегодня, что мы будем делать, когда встречаем невозможное. В реальности каждый из нас сталкивается с невозможным постоянно. Но тем не менее, те, которые делают работу для царства, будут встречать более и более невозможного. Но правда заключается в том, если мы не встречаем невозможное на своем пути, то мы не делаем ту работу для царства, которую должны делать. Если мы будем начинать новой церкви, мы будем идти в те места, в которых все выглядит невозможным. Если, например, мы будем пытаться начинать бизнес, Послушайте, если что-то в этом отношении вы можете делать без молитвы, у вас получится, это даже не Бог, кто сказал. Потому что то, к чему Бог призывает нас, всегда будет находиться на уровне невозможного. И это приводит нас к месту молитвы, веры, доверия. И это как раз именно то, где мы хотим быть. Вот что сказано в книге Римлянам, 4 глава. 19 стих. И не изнемогший в вере, он, говорится об Авраме, не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим невериям, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Посмотрите, здесь, в одном этом стихе, мы находим целый пучок правды. Или, можно сказать, основания. Смотрите, в этом одном стихе. Аврам уже был в таком возрасте, который далеко был уже за нормой того, за пределом того, где он мог иметь детей. И Сара была так же стара. Потому что факт заключается в том, в том, что они видели и с чем встречались, говорил об одном, это невозможно. Но вот что говорит слово, он даже не помышлял, он даже не думал, что это невозможно. Он не фокусировался на невозможном. Он не пытался пребывать или размышлять, или говорить об этом. И говорит о том, что нам нужно фокусироваться на реальности того, что все возможно тем, кто верит. И Аврам никогда не волновался об этом. Почему? Потому что у него было слово от Бога. Послушайте, там было не множество слов, а одно слово. И он ухвачился от этого слова и верил в Слову Бога. Но он не говорил, ну Бог, ну я такой старый уже. Он не говорил, Бог, ну ведь это уже невозможно. Он не пытался цитировать статистов, которые говорили, вот поэтому, поэтому это невозможно. И вообще-то то, что мы делаем в этом служении, статистически говорится, или имеем факты статистов, которые говорят, это невозможно сделать. Но Божье Слово говорит противоположное. И этот один стих в 4 главе Римлянам дает нам основание и дает нам принадлежность тому, на чем сегодня мы стоим, что есть Божье основание. Вот что Бог делает. Когда Он собирается сделать что-то невероятное, Он как бы ставит такую печать смерти или окончания на наших способностях человеческих. И тогда это приходит к исполнению. То есть Бог получает всю славу, Бог получает всю выгоду. Потому что это невозможно никому другому взять славу себе. И это один из мест, где Библия говорит, что Бог открывает двери, и Он закрывает двери. Знаете, есть места в Библии, где говорится, что Бог открывает двери, и Он же закрывает двери. Он закрывает дверь для возможности спасти с человеческими усилиями. Но открывает дверь неба. Поэтому нам нужно перестать размышлять над всеми способностями человеческими. И нам нужно фокусироваться на том, чтобы мы будем спасены небесами. Послушайте, вот за последние несколько дней я могу сказать, что вот наши миссионеры здесь, все, кто участвовал на работе, вот все наши работники, участвовали в таком количестве огромном разных вещей. Даже, например, наши операторы. Смотрите, что происходит. Они увовлечены в столько много разных сфер. Они уехали заниматься чем-то другим, и мы привлекли волонтеров снимать. Мы не сидели и думали, они никогда не занимались этим до этого. Мы не подумали, надо бы их на неделю отправить где-то поучиться. А как насчет того, чтобы просто делать и слушать Бога? Как насчет того, чтобы сделать шаг в вере? Недавно вот мы сейчас говорили о том, что люди, приходя к Богу, приходят в Его присутствии, танцуют перед Ним. Некоторые люди говорят, нет, 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 нет. Где вот это нет, но, но, но в Библии? Но это не моя натура такая. Это не то, кем я являюсь. А как насчет того, а кем же Бог являет? Нам нужно просто послушаться. Сделать! Потому что Библия говорит, Пусть все, что имеет дыхание в жизни, славит Господа. У нас здесь в гостях американская команда, которая просто вышла на сцену, села за инструменты и стала играть вместе с Сашей. А люди говорят, знаете, я никогда этим не занимался. А они просто взяли, вышли и сделали. Потому что в Псалмах написано, славьте Его на музыкальных орудиях. Славьте Его своим голосом, устами своими. И поэтому мы просто делаем это. Аминь! И вот о чем здесь говорится. В этом месте писания, и здесь не сказано, я это не раньше не занимался никогда. Смотрите, маленькие вещи, это большие вещи. Вы, может, не думали об этом таким образом. Потому что, когда вы делаете шаги верой в маленьких вещах, это постоянно, осознанно открывает двери для больших вещей. И проповедник говорит, давайте просто встанем, давайте поднимем наши руки. Или скажет, знаете что, давайте откроем свою ста и скажем, Иисус, я люблю Тебя. Вот эти маленькие вещи. И Бог, смотря на это, оценивает это, и тогда открывает двери больше. Смотрите, поделиться своей верой в Бога с другим человеком. Открывает дверь для двух, трех, четырех, большего количества людей к Богу. Если мы идем, приходим в одно село, и ты открываешь дверь для того, чтобы во второе, в третье и в четвертое. Посмотрите, дать одно это пожертвование, когда Дух Святой говорит, просто дай. И мы слушаем. И я помню, я стоял здесь какое-то время назад. И я открыл свой уста, чтобы что-то сказать одному из наших миссионеров. И я услышал, как Дух Божий сказал. Знаете, я еще не закончил свое обращение к этому человеку, а Дух Божий уже проговорил ко мне, дай ему 600 гривен. Даже не объяснил, почему я, потому что достал и отдал ему. И он стал плакать. Почему? Потому что он просил Бога, и он просил Бог дай мне 600 гривен. Я просто послушался. А он молился. Но я знаю, это для меня открывает также двери. И ему так. Потому что он верил Богу. Потому что я уделил внимание тому, чтобы послушаться голосу Божьего. Маленькие вещи являются большими вещами в конечном итоге. И too many believers are praying, God, give me the big thing. Потому что так много верующих, они борются Богу, я у меня большое что-то. Я хочу большое что-то. А Бог говорит, а ты будь верным в маленьких вещах. И я знаю, как говорят о служении. Когда мы верны в маленьком, в малом. И мы продолжаем это делать. И послушаемся. И делаем. Более великие вещи, большие будут происходить. Если я даже могу этот термин использовать. Послушайте, потому что даже если мы говорим о маленьких вещах, даже один человек спасется. Это уже большое само по себе. Потому что мы говорим о вечных духах. Это большие вещи. Но когда мы делаем вот эти маленькие вещи. С маленьких местах. Бог открывает двери. И мы войдем через маленькие вещи в это решение. Кто-нибудь скажите, аминь. Поэтому нам нужно перестать смотреть на человека, который бы мог спасти нас. Кто-то говорит, нам нужно привести богачей к покаянию. Нет, просто людей спасать. Бог приведет богатых людей. Но души Богу принадлежат. Это всегда Богу принадлежит. Наша вера в Бога. Вот что нам нужно делать. Перестать говорить о ситуациях, в которых нет надежды. Не возвышай свой голос к безнадежности. Потому что всякий раз, когда мы позволяем себе говорить о безнадежности, мы даем способность определенную дьяволу, врагу нашему. Потому что Дух Божий продолжает постоянно говорить нам, говори мое слово, говори мое слово. Говори мое слово. А дьявол постоянно говорит, противоположное. Это невозможно. Не может быть сделано. Ты не можешь этого сделать. И вообще никто не поможет тебе. Ты не получишь исцеление. И поэтому так часто верующие возвышают свой голос в пользу невозможного. Послушайте, если мы не в состоянии сказать Божье слово, давайте вообще ничего не будем говорить лучше. Смотрите, Римлянам 4 глава, 21 стих. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Смотрите, он вполне способен. Вот такими нам нужно быть. Другими словами говоря, он был абсолютно уверен, что Бог может это сделать. Потому что это и есть истина. Бог может работать с ничем. Скажется, у меня ничего нет, с чем бы я мог начать. Послушайте, у нас Джилл и я, у нас были такие времена, когда у нас вообще не было денег, которые мы могли бы дать. Мы отдавали вещи, одежду, обувь, мебель, все, что у нас было, мы давали. И Бог использовал то, что у нас было. А были времена, когда у нас даже и этого не было. Мы давали наше служение, наше время. И когда мы верны делать вот это небольшое, Бог, веря нашу верность, берет это небольшое и делает это большим. И христиане поют такие песни, Господь, ты горшечник, а я глина. Делать все, что ты хочешь со мной. Но! Нам нужно смотреть на Него как на Творца. На Творца. Да, конечно, Он меняет нас, Он придает нам форму. Но я смотрел на Него как на Творца. То есть, из ничего произошло что-то. Из ничего полностью. Знаете, пару дней назад я стоял... Общался с мультимиллионером, и я рассказывал ему о нашей работе здесь. Но я вообще никакого своего доверия в этого человека не полагаю. Я веру не свою строй на Нем. Не строишь свою веру. Не Он мой источник. И еще я говорил с кем-то по телефону несколько недель назад о ком-то. То есть, опять это был мультимиллионер. Верующий. Знаете, и мои друзья говорят, знаешь, есть, конечно, возможность, что Он даст. Но обычно, когда Он дает, Он хочет потом все контролировать. Тогда я сказал, мне Него деньги не нужны. Никто не будет контролировать это служение, но Бог только. Никто не сделает это служение религиозным. Это мы и Бог. Потому что мы хотим быть свободными. Я не хочу вернуться через год, чтобы увидеть, что женщины, все сестры наши в платках сидят. Я не хочу, чтобы наши люди заходили так в церковь и накладывали на себя знамения. Я не хочу, чтобы, знаете, наши верующие ходили за спичками здесь в кармане зажигать очередную свечку. Мы хотим быть свободными. Мы хотим быть свободными. И мы и есть свободными. Мы свободны. Танцевать. Свободны. Свободны бежать. Свободны жить и бежать, и жить так, как Бог этого хочет, для Бога. Кто-нибудь аминь скажите. Луки 1, 18, сказано следующее. Луки 1, 18. И сказал Захария ангелу, почему я это узнаю? Ибо я стар, и жена моя в летах преклон. Смотрите, Захария получает от Бога слово, что его жена забеременеет и родить нему сына. То есть, имеется в виду Джон, Иоанн Креститель. Но первое, что сделал Захария, это усомнился. Почему? Потому что это не звучало осознанно или логически не звучало. Послушайте, то есть, когда Бог нам о чем-то говорит, это почти всегда не звучит закономерно. Послушайте, если то, что вам говорится, закономерно и легко выполнить, наверное, это не Бог. Потому что Бог всегда просит нас сделать что-то, что включает в себя Его способность сделать или осуществить это дело. И в 20 стихе. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить. И потом объясняется, почему. Потому что не поверил Словам Моим. Если мы не поверим Божьему Слову, мы также будем мы также будем глухи, также будем немы и не будем говорить. И правда в том, что некоторые верующие и не могут так говорить. То есть, не говорят, используя дары. Слово знания, Слово мудрости, пророчества, языки, истолкование языков. Послушайте, все требует слов. Мы не хотим быть молчаливы без слов. Аминь? Мы хотим иметь возможность говорить слова. И видеть результаты этого. Поэтому нам нужно верить Богу в маленьких вещах, в малом. Знаете, когда иногда я учу, или что-то мы делаем в служении, я говорю всегда, есть ли у вас Слово от Бога у кого-то? Проводческое Слово. Или Слово знания. Знаете, в чем правда? Правда заключается в том, что Бог так говорит. Но многие люди просто не решаются сделать шаг. Потому что это не звучит закономерным. Или закономерным. Вот почему нам нужно доверять. Верить. И через время И будешь знать голос Божий. И это чудесно. Это потрясающе иметь возможность действовать в дарах. Потому что вот тогда именно начинают происходить настоящие вещи. Я дал Проводческое Слово молодому человеку прошлым вечером. И он подошел ко мне после собрания. И он сказал, Я там стоял, поклонялся Богу, прыгал. И я просил Бога, спрашивал у него, Господи, это все реально, это правда. Есть ли больше что-то для меня? Или это все, ну как бы, или только это все и все? Потому что Бог, я не слышал, что что-то ты говоришь мне. И потом он говорит, да, и он сел. Но он подошел, то есть я сказал ему слово Проводческое, он сел потом, но вернулся ко мне после собрания. Потому что, посмотрите, я дал ему Проводческое Слово. И что сделал Бог? Бог ответил на его просьбу через меня. И это, что? Построило его веру. И он был, он был, он воодушевлен был. Потому что Бог к нему проговорил. И что произойдет? В будущем он сам будет иметь возможность определить Слово от Бога. Но это как раз и есть то, что Бог хочет делать через каждого из нас. Услышать Слово, высвободить Слово. Смотрите, 1 Петра 4, глава, 19 стих, сказано. 1 Петра 4, стих 19. Итак, страждущие по воле Божией, да, предадут Ему, как верному Создателю, души Свои делая добро. Верному Создателю. Смотрите, враг воздвиг громадную войну против церкви. И нам нужно, чтобы Создатель действовал в наших жизнях. Мы должны иметь возможность ходить в этой силе творящей. И ты, может быть, думаешь, почему так тяжело это? Потому что Сейтан знает, что время кончается. Он знает, что это последнее время. А большинство христиан не знают. Они говорят об этом. Я слушаю проповедников по телевидению. Вообще-то я даже решил поехать на конференцию, на одну конференцию за мои последние 14 лет. Я подумал, ну возьму Джо, свою жену, и мы поедем, послушаем проповедников других, отдохнем. Но они о таких вещах проповедовали, как будто они жить будут здесь вечно на этой земле. Нет, правда в том, что Он возвращается забрать нас. Это конец дней. И поэтому Сейтан начал эту войну. И вместо того, чтобы сдаться, Бог хочет снарядить нас силой. И я хочу жить в этом времени, когда Бог будет наделять силой верующих. Потому что Бог нам сказал, наполнять землю пока Он не вернется. Послушайте, наполнять не означает ходить в поражении. Окупировать или наполнять означает захватить. Означает атаковать. Аминь. И если Он нас призвал это делать, то Он также даст нам силу это совершить. Поэтому, живя в это последнее время, мы живем окруженные грехом. Но они должны позволить греху жить внутри нас. Я однажды был грешником. Но я уже не грешник. Я не практикую грех. Поэтому я не дам свой голос, не возвышу его за следующие слова. Я старый грешник. Я не буду свой голос говорить этому. Я был освобожден от этого. Потому что, если я не буду этого делать, меня это вернет в мое старое мышление. Нет, Бог же нам дал способность чтобы нас оторвать или отделить от греха. Один проповедник я слышал, он сказал, ну, мы же грешим каждый день. Спасибо Богу за благодать. И я подумал, слушай, парень, если ты грешишь каждый день, так что ты занимаешь место за кафедрой? И если это твой стиль жизни, упирайся с кафедры. Потому что что произойдет? Люди будут становиться таким, как ты. Аминь. Я не такой, как, я не хочу быть таким, а вы? Мы были призваны жить более высоким стандартом, лучшим стандартом. Знаете, что я чувствую? Давайте Богу сейчас дадим свой крик такой восторженный. Потому что мы живем Божьим стандартом. Мы были свободны. Халлелуйя! Yeah, hallelujah! We've been delivered from that! Мы были освобождены от этого! We've been delivered from that! Мы были освобождены! Халлелуйя! Халлелуйя! We put our trust in the Creator! Мы свою надежду на Бога возлагаем, создателя! Халлелуйя!